Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я его сейчас прочитаю. Итак, с какой целью мужчина, может быть, заявился? Два года назад он предложил мне жениться. Я отказала ему. Сложно было отдалить его от себя, но в итоге он ушел. Иногда я его видел, а мы засидим на четвертом этаже, и на восьмом. И вот вчера он заявился, пришел ко мне домой, разговаривал с моей мамой, будто я через его имя захожу и пишу кому-то. И сказал, что давно он не загадил в инстаграм, и зашел только вчера. Он залгал. Я нашла его профили, он постоянно заходил, и делился фотографиями на сайте. Вот только не поняла, зачем залгал и чего он хочет. Дело здесь в том, что вы, на мой взгляд, построили мне самые лучшие отношения, вообще человек. Дело в том, что мужчина, к сожалению, на мой взгляд, воспринимает вас исключительно только как жену. но не как личность, не как личность, не как партнера. Погон вас не видит. И честно говоря, мне кажется, мне кажется, что именно в этом заключается беда. В какой-то степени беда и ваша, что вы сами позиционируете себя так, что мужчина предлагает вам жениться, при том, что общего между вами не так уж и много. Но мужчина, тем не менее, предлагает вам свадьбу. Ну вот, у меня, например, возникает вопрос. Что между вами общего? Не думаем, не думаем, и... Ну, не думаем, и мужчина, что общего? Понимаете? Какая штука. Получает, что кроме того, что он хочет. Хотел, точнее, на вас, эээ... Жениться, да? Получает, что и ничего? А жениться, он хотел. А вы ему отказали. И отказав ему чисто как женщина, мужчина отказывает, вы задели его самолюбие, задели его мужскую гордость. И человек теперь хочет вас обесценить, хочет вас принизить, к моему большому сожалению. И это то, что он делает. Это, я бы сказал, очень сильно поддержка. Но он это делает. Но он это делает. К сожалению. И если вы не сможете с ним поговорить, я имею ввиду, поговорить адекватно. Чтобы человек, ну, чтобы человек понял его, то ситуация может принять далеко не самый лучший расклад. Когда мужчина просто, например, будет вас, грубо говоря, преследовать. Когда мужчина будет вас, ну, стараться обесценить, стараться принизить и так далее. Если вам этого не хочется, то действовать нужно, как мне кажется, быстро. Действовать нужно, как мне кажется, крайне быстро. Но здесь, конечно, все упирается в то, хотите ли вы этого. То есть, ну, я вот не очень-не очень понял, исходя из вашего сообщения, да, а что хотите вы? То есть, вот, человека понять вы хотите, ну, другого человека понять вы хотите, то это бесполезно, либо мужчина может сам не осознавать, да. Вот. А почему он так поступает? А живете вы с мамой одна, и это косвенно намекает на то, что, может быть, у вас есть определенные сложности, по стране, по стране отношений и так далее. Вот. Вам бы сепарироваться от мамы. Но вместо этого вы пытаетесь понять мужчину. Вот. Ну, честно говоря, честно, честно говоря, честно, честно говоря, честно говоря, подобная позиция для меня выглядит немножечко избегающая. Избегающая, мягко говоря, избегающая, это позиция, при которой вы активно пытаетесь поддержать, значит, своих собственных чувств, своих собственных эмоций, своих собственных эмоций, вероятно, вероятно желаний тоже, вот, и так далее. Ну, потому что только в понимании другого человека вы можете сбежать от себя. Ну, сбежать к несчастью для вас ненадолго. Потому что к себе рано или поздно вернуться придется. И вы можете сделать это добровольно. Вы можете сделать это осознавая себя. Вы можете сделать это под наблюдением и в помощи психолога. А можете сделать это самостоятельно. Хаотично и болезненно. Вот. И я думаю, что выбирать, безусловно, вам и только вам, вот. Но мне бы хотелось, чтобы этот выбор был максимально, с максимальной заботой о вас, с максимальной, ну, с максимальным, ээээ, с максимальным, ээээ, с пониманием максимальной ценности вас. Вот. Я думаю, ээээ, примерно, вот, такой ответ я могу вам дать. Да? То есть, поймите, пожалуйста, правильно, что психологи не занимаются тем, что помогают понять других людей. Мы работаем непосредственно с человеком, который к нам обращается, вот, и обращается к нам в данном случае вы, значит, значит, вашу проблему мы постараемся решить. Теперь нужно понять, какая это ваша проблема. Вот. Я вижу некую привязку к маме, вот. Возможно, неудачи, ну, отсутствие личной жизни, да, то есть невозможно выстроить отношения с мужчинами. Вот. И, ээээ, возможно, что-то ещё. Некоторые страхи, может быть. Может быть, что-то ещё. Вот. Вот. На этом всё. Я надеюсь, что помог вам. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Надеюсь на обратную связь. Продолжение следует.